Всем привет, привет! С вами Марина Холодкова. И сегодня в своем уроке я расскажу и покажу вам одну программку, которую вам желательно установить себе либо на телефон, либо на ноутбук, потому что она очень полезная. И сегодня с помощью этой программы мы будем с вами создавать свои личные обложки для YouTube-канала, чтобы канал выглядел в едином стиле, чтобы нам он нравился и так далее. Смотрите, это, конечно же, можно найти любую картинку. Можно поломать голову, какую и так далее. А можно воспользоваться программой, которая называется Крэлу. Вот прям так русскими буквами можно вписать в поисковую строчку, нажать на Google Поиск, вот она выдала нам. Начинается с буквы С английской. Заходим в этот онлайн-редактор. Если вы еще не зарегистрировались, нажмете «Зарегистрироваться», пройдете там легкую очень регистрацию. Если у вас уже есть аккаунт, нажимаете «Войти». И что здесь есть? У нас есть тут главная шаблоны, фирменный стиль, мои проекты. Когда вы уже что-то создаете, у вас в проектах ваших это все остается. Так, смотрите. Наша сегодняшняя задача – это обложки для YouTube. Поэтому вот здесь, видите, у нас есть перечень всего, что тут можно делать. Тут можно и для Facebook делать, и для Instagram, и Stories можно делать, и для рекламы и так далее. То есть, очень много всего, и можно видеообложки делать. Очень много функций разных. Сегодня я о всех о них рассказывать вам, конечно же, не буду. Потому что у меня сегодня конкретная цель и задача – познакомить вас с этим приложением вообще. И рассказать о YouTube-обложках. Поэтому не будем отклоняться от темы. И все остальное я вам буду рассказывать в своих следующих видео. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Так, мы берем оформление YouTube-канала. Нажимаем вот сюда. Перед нами открываются темы для оформления канала. То есть, они уже готовые. Вы вот здесь только выбираете, если вам что-то реально понравилось. Или вы понимаете, что оно подойдет к теме вашего видео. Вот, к примеру, вот что-то такое. Оно подойдет под все. Ну, вообще, оно, конечно, относительно музыки, если присмотреться. Вот, но вы здесь найдете обложку ту, которая подойдет именно вам, как вы считаете. Вот, смотрите, что здесь можно делать. Вот эти буковки, они все здесь передвигаются. Сама обложка тоже, да, вот ее можно тут покрутить, повертеть, оставить именно так, как надо нам. Например, наш клип будет на тему музыки, да, пусть уже так и будет, раз мы выбрали. Мы хотим, чтобы здесь было написано то слово, которое мы хотим, да, там лучшие песни. Ну, к примеру, это так называется наш клип, лучшие песни. Вот мы берем и переписываем это все. Текст можно растянуть, текст можно увеличить. Здесь можно поменять шрифт, да, ну, как уже в обычных редакторах. Можно поменять цвет этого шрифта, да, вот, настройки текста, да, вот мы заходим. Смотрите, здесь можно сам шрифт изменить, можно изменить размер шрифта. Можно поиграться здесь, вы очень много всего найдете. Если мы его вот так вот выделим, и здесь мы тоже можем еще и цвет поменять, да, вот. То есть здесь вы можете играться этим, да, передвигать его. Ну, то есть как уже в самых обычных редакторах, да, сейчас мы тоже это с вами разбирать особо не будем, потому что вы сможете каждую здесь вот функцию понажимать, вот, и посмотреть, что перед вами откроется, и подумать, что вы можете с этим всем сделать. Вот, я думаю, что вы разберетесь, это не сложно. Все вот эти вот дополнительные фишки находятся вот здесь у вас на панельке, да, вот видите. Там, где я листаю, тут фон можно менять также, да, тут можно добавить объекты. То есть вы открываете любой объект, вы сюда к себе на обложку можете добавить. То есть вы можете сделать эксклюзивно, абсолютно вообще свою обложку, что хотите туда прилепить. Ну, то есть опять же, я же говорю, это все, конечно, занимает время, но то, что вы можете сделать свое, это однозначно, да. Ну, вот, к примеру, мы создали ее, да, теперь нам надо ее скачать. Вот, можно скачать вот таким образом, то есть мы нажимаем скачать, выбираем jpg, да, файл. Либо же мы можем не скачивать, потому что здесь только доступно, по-моему, 10 скачиваний в месяц, если я не ошибаюсь. За остальное нужно платить. Чтобы не платить, вы берете, делаете скрин экрана, у кого нету именно отдельного приложения для скрина в экране, то есть, если вы с ноутбука, есть вот control, как называется, control screen или кнопочка, ага, print screen она называется, она находится вот у меня возле клавиши delete, то есть на верхних клавишах, да, там, где у вас F10, F11, F12, вот следующая print screen, то есть, смотрите, если я на нее нажала, да, у меня экран вот так вот выделился таким серым цветом, потом я просто мышкой вот так вот беру, веду ту область, которую я хочу сохранить, и также в буфер обмена оно у меня в компьютере сохраняется, все, то есть, обложка у нас уже, можно сказать, готова. Дальше, что мы делаем? Мы идем на наш YouTube канал, переходим, заливаем какое-нибудь видео, к примеру, да, я его сейчас заливать не буду, потому что, в принципе, у меня видео там хватает разных. Вот мы нажали на свой YouTube, заходим именно конкретно на наш канал, это здесь вот находится, да, мой канал. Берем любое видео, которое мы хотим поменять обложку, либо же мы новое заливаем, да, и хотим поменять обложку. Ну, давайте, к примеру, вот такое мы возьмем видео, здесь вот под видео есть изменить видео. Если вы будете заливать новое, у вас все то же самое откроется, да, вам надо то же самое все проделать. Значит, если вы новое залили, вы тут дали название, дальше вы даете вот здесь вот описание, пишете, а вот здесь вам предлагают, видите, значок, то есть, вот здесь и будет ваша обложка. Смотрите, можно выбрать, уже из того, что вам YouTube там предлагает, то есть, я могу вот это сделать обложкой, могу вот эту часть кадра сделать обложкой, да, То есть вам тут обязательно всегда будут предлагать. Не хотите что-то из этого, значит, вот сюда. У меня она уже просто стоит, появляются вот три точечки. Я должна изменить, делать, да. Вот. Дальше я делаю показать все файлы и выбираю ту обложку, которую мы сейчас с вами создали. Все. Вот теперь вот это будет моей обложкой на этом видео. Вот я делаю сохранить, и вы видите, оно раз и поменялось вот здесь, да. Все. Все. Значит, я сейчас этого, конечно, делать не буду, хотя мне написало уже, что изменения сохранены. Но я все равно буду себе обложки там переделывать, уже это не так важно. Но в любом случае это делается именно вот так. То есть я думаю, что вопросов у вас особо не остается. Обязательно после этого вот здесь не забудьте сохранить, потому что оно не изменится. Вот. У меня тут, видимо, какой-то сейчас сбой, потому что работают две программы. Нет, вот, нормально, я перезагрузила страницу, и мы видим, да, что у нас обложечка, она поменялась. Вот. И теперь, если я кому-то дам ссылку на свое видео, то оно будет именно с этой обложкой. Ну и здесь оно у меня на странице уже обложку поменяло. То есть мы это можем посмотреть сейчас. Зайти в этот плейлист, вернуться, да, вот сюда. Вот. Ну тут она тоже еще почему-то не перезагрузилась. Не перезагрузилась. Видимо, со временем, да, немножко позже, может, YouTube тоже не сразу срабатывает. Вот здесь эта обложечка тоже у вас поменяется, обязательно поменяется, да. Хоть она сейчас и не хочет, мы ждать не будем, но поверьте, что я вот буквально пару дней назад меняла здесь обложки, все изменилось, так что все работает. И надеюсь, что была вам полезна, да. В следующих видео обязательно будем разбирать темы и YouTube, и Крэло, как работает и так далее. Много программ, поэтому полезной информации будет много. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Всем пока-пока.